40 лет тюрьмы грозит британцу, который помог остановить компьютерный вирус WannaCry. Сегодня утром ФБР задержала Маркуса Хатчинса в аэропорту Лос-Анджелеса. В чем его обвиняют, узнаем от Алексея Пшемыского. Герой из британского Девона, поборовший вирус WannaCry, может оказаться злодеем. В мае, когда программа, вымогавшая деньги, заблокировала сотни тысяч компьютеров по всему миру, айтишник Маркус Хатчинс нашел лазейку и отключил вирус. Это, возможно, помогло спасти чьи-то жизни. Ведь здесь, в Великобритании, WannaCry заблокировал работу национальной медицинской системы. Врачам тогда пришлось отменять операции, а скорые не выезжали к пациентам. По словам Маркуса, находку он сделал случайно, сидя дома за компьютером. Я просто увидел, как отключить вирус. Никогда бы не подумал, что потом окажусь на экранах телевизоров и в интернете. Я просто делал свою работу. Мы предоставили IP-адреса злоумышленников в национальный центр по борьбе с киберпреступностью, а также передали их ФБР, чтобы они могли предотвратить новые атаки. Но вот разобравшись с вирусом, американские правоохранители заинтересовались самим Хатчинсом. Как заявили в ФБР, два года назад он якобы участвовал в создании другой вредоносной программы, Кронос, вируса, перехватывающего пароли от интернет-банкинга клиентов. Британцы задержали в аэропорту Лос-Анджелеса, где он был на IT-конференции. Пока что он под арестом. Дело начнут рассматривать не ранее, чем через три месяца. За хакерство по строгим американским законам может грозить до 40 лет тюрьмы. Власти Великобритании заявили, будут пристально следить за ходом дела, добавив, однако, что заслуги компьютерщика не повод освобождать его от ответственности. Задержание Хатчинса вызвало гнем в интернет-сообществах айтишников, а некоторые хакеры уже пригрозили атаками, если его не отпустят. Из Лондона Алексей Пшемыский, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер.